Витаю, друзья! Вы на Фабрице Новым. Меня зовут Евгения Кутнова. А вместе у разумных сегодня польский политолог Якуб Кариба. Якуб, я рада приветствовать вас в нашем эфире. Евгения, доброго дня! Перед тем, как мы перейдем к обсуждению важных тем и новостей, попрошу традиционно наших зрителей подписаться на эту платформу. Я напомню, что это в целом важно для нашей работы. Ибо, наверное, просто изменились алгоритмы Ютуба, все это влияет на продвижение видео. Якуб, если вы не против, я хотела бы нашу беседу начать с обсуждения вот таких вот новостей. Вопрос ограничения консульских услуг для мужчин призывного возраста. Известно о том, что министр внутренних дел Польши сказал, что Польша будет, наоборот, охранять права и никому не передаст частные данные, в том числе и Украине. Также он сказал, что те, кто без паспортов, будут подлежать временной защите. Но ранее министр обороны Польши говорил о том, что Польша будет готова оказать Украине помощь, если понадобится, если будет соответствующее обращение. С вашей точки зрения, все-таки может ли начать Польша депортацию украинцев призывного возраста или нет? Ну, сейчас мы видим, как начинается борьба двух государств за граждан. Польское государство, исходя из своих интересов, и украинское государство, исходя из своих интересов, пытаются привлекать украинских граждан. Дело в том, что человеческий капитал – это самое главное. Вот очень часто это сводится к какой-то риторике, кажется, что это просто красивые слова, а на самом деле это суть современной жизни. Самое главное в экономической, стратегической, в любом другом аспекте жизни современного государства – это люди. И тут нужно признавать ту реальность, в которой мы живем. Если стратегические интересы Польши и Украины полностью совпадают, то экономические совпадают не полностью. Одной из областей несовпадения является демографический вопрос. Как вы знаете, в Польше такая демографическая структура, которая на что еще, что нам не хватает людей, особенно молодых, трудоспособных людей, которые могут в Польше работать, вырабатывать ВВП, платить налоги, платить взносы, поддерживать в том числе и систему здравоохранения, и пенсионную систему, потому что система такая, что просто молодые, за счет взносов молодых оплачиваются пенсии и медицина для старших, для тех, кто уже не работает. Если не будет молодых, то система просто рухнет, что приведет, как вы понимаете, к социальной нестабильности, что немедленно отразится на рейтингах наших политиков. С другой стороны, есть вопрос стратегической лояльности к Украине. То есть наши польские политики стоят перед таким выбором. Либо рискнуть во внешних отношениях с Украиной, либо рискнуть внутри, рискнуть недовольства граждан. Как вы понимаете, поскольку их выбор и их пребывание в власти зависит от выбора граждан Польши, а не граждан Украины, они решили рискнуть отношениями с Украиной. В данном контексте вместо того, чтобы дать свою личную оценку, которая никакого в данном контексте значения не имеет, я могу просто констатировать факт, что тут есть объективный конфликт. Если бы я принимал такие решения, я бы принимал другие решения, но у меня нет вот этого выборного и рейтингового прессинга. Как вы понимаете, я могу немножко абстрактно рассуждать о параметрах победы над Россией. А для политиков все-таки то, что сегодня, и то, что до выборов, гораздо важнее, чем стратегические расчеты. Возможно, за такие решения придется поплатиться в будущем, и, скорее всего, придется. Но реальность такова, что наши политики и любые, в общем-то, политики не думают на более длительную перспективу, чем до следующих выборов. А следующие выборы скоро, потому что уже в июне выборы в Европарламент, и до этого все должно быть тихо, спокойно. Люди должны, знаете, ходить на барбекю, кушать колбасу, и, в общем, думать, каким все хорошо живется. А то, что в Украине в это время горят дома и погибают люди, это, как вы понимаете, вопрос другого порядка. Вы сказали о том, что это борьба за трудоспособный ресурс. Имеется в виду, более конкретно, имеется в виду, что украинцы готовы работать, скажем так, ну и получают намного меньше денег, нежели польские граждане. Даже дело не в этом, потому что у нас по закону существует минимальная зарплата, которая равна для всех. И украинским гражданам нельзя платить меньше, чем минимальную зарплату. И, в общем, тоже не имеет смысла, потому что с точки зрения государства, конечно, потому что, ну, налоги-то платятся от зарплаты, чем выше зарплата, тем выше налоги. Поэтому государство заинтересовано в том, чтобы все украинские граждане работали легально и по закону. И, в общем, следить за тем, чтобы работодатели, чтобы польские компании нанимали их по закону. Вопрос в том, что история, если на момент, я понимаю, как ужасно это прозвучит, если абстрагироваться от военной стратегической обстановки, история украинской трудовой миграции в Польшу, это с точки зрения польской экономики и польского общества гигантский успех. По последним данным, за прошлый год украинцы приносят польское ВВП от 0,7 до 1,1% ВВП. На 80%, и это включая беженцев, у которых у многих была ситуация чудовищная, которые, в общем-то, не планировали в Польшу переезжать, на 80% украинские граждане живут за счет собственной работы. То есть, расходы минимальные, приход денег и трудоспособного потенциала, трудового потенциала огромный. И при этом Польша таким образом минует все риски, которые связаны с массовым привлечением миграции из Ближнего Востока, Африки, других стран. Откуда люди едут в Европу, чем заканчивается все, все знают. Так что в экономическом плане Польша извлекает гигантские выгоды из присутствия украинских граждан у себя. При этом пока что военная ситуация не была настолько критической, чтобы вот эта дилемма встала на повестку дня. Судя по всему, скоро она на повестку дня встанет, и тогда придется выбирать между собственными национальными интересами и национальными интересами Украины. В общем, решение этой проблемы – это только как можно скорое вступление Украины в Евросоюз, чтобы условия были равны для всех, чтобы на вот этих разницах, на этих диспропорциях играть было уже невозможно, чтобы то, где человек живет и работает, зависело только уже от него самого. А так, пока ситуация такая, что можно привлекать украинских граждан и в то же самое время фактически ни за что не брать ответственность, ну, этому и способствует. Политики всегда ищут свою выгоду. Для политиков всегда вопрос национальных интересов на первом месте. И, в общем-то, наверное, это естественно. Просто это очень рискованно в данной конкретной ситуации. Яков, если позволите, я уточню. Интересно ваше мнение, как будут себя вести и другие страны, не только Польша. Потому что в Литве говорили о том, что они поддерживают Украину. В Берлине, например, были заявления совершенно противоположные о том, что украинцы могут находиться даже без паспорта. В Соединенных Штатах Америки говорили о том, что это сложный вопрос, и пока у них нет такого решения. Как вы думаете, как другие страны будут действовать? Ну, Евгения, смотрите, мы на самом деле находимся внутри темы, которую сложно обсуждать в соответствии с некими правилами, в общем-то, политической корректности, даже обычного человеческого приличия. Потому что мы обсуждаем людей. Вместо того, чтобы обсуждать людей субъектно, мы обсуждаем людей предметно. Насколько они нужны армии, насколько они нужны экономике, насколько они приносят денег, а насколько у кого ущерба от того, что их нет. То есть фактически мы смотрим на судьбы людей, на жизнь людей с точки зрения каких-то материальных критерий. Это очень сложно, потому что тут очень сложно с одной стороны никого не обидеть, с другой стороны не соврать. Если мы хотим обсуждать вопрос честно, то надо сказать, что украинцы это идеальные иммигранты. С точки зрения любой европейской страны, особенно таких стран, как Польша и Германия, у которых дефицит трудовых ресурсов, украинцы это идеальные иммигранты. И в общем то, что война, оккупация, все ужасы, то, что у людей нет работы, нет домов, нет прежней жизни, что их дома уничтожены, сожжены, а их земля под оккупацией, то, что это подталкивает иммиграции, ну с точки зрения принимающих стран, принимающих экономик, принимающих обществ, это просто супер выгодно. И тут, понимаете, вопрос такой, если не будет украинцев в польской экономике, ну мы будем жить хуже, да, потому что они не будут работать, ну во-первых, не будет роста экономики, во-вторых, надо будет привлекать иммигрантов из других стран со всеми сопутствующими рисками. Ну вот, а если, значит, так поступать, то может получиться, что Украина проиграет войну. Я, к сожалению, не знаю, я тут не вижу компромисса, я тут не вижу компромисса, потому что пока ситуация не критическая, пока польские граждане не должны, или немецкие граждане не должны идти воевать, ну как вы понимаете, все будут оставаться в рамках прежних критерий. Для всех будет лучше оставить украинцев у себя, чем отпустить их на войну. Ну, так, к сожалению, работает человеческое, сугубо индивидуалистское, эгоистическое, я бы сказал, даже эгоцентричное мышление. Мышление таково, что проблемы Украины – это проблемы Украины, а вот если украинцы решают наши проблемы у нас, это хорошо. Важнейшая тема этой недели – это помощь Украине от Соединенных Штатов Америки. Президент Байден подписал соответствующий законопроект. Скажите, пожалуйста, что это решение, в принципе, продемонстрировало и показало Путину? Ну, это спасает Украину. Это как минимум не позволит России двигаться дальше. Это как минимум будет решать Россию, это как минимум будет оставить Россию в зоне поражения, поскольку Россия ни одной из своих целей не достигла. А, возможно, без этой помощи она бы их достигла и могла бы объявить победу, и могла бы принуждать Украину к миру, так называемому миру, на своих условиях, то есть принуждать Украину к признанию поражения, благодаря этой помощи пока в ближайшие месяцы это не произойдет. А существование России в зоне отсутствия результатов, в зоне поражения будет способствовать центробежным тенденциям в самой России и, возможно, приближать не военный, а политический результат. То есть пока Россия будет воевать, риск того, что она развалится, что там внутри начнется развал, растет. Поэтому, с одной стороны, это кратковременно, но все-таки спасение Украины в том территориальном составе, в котором она существует на сегодняшний день. И, во-вторых, это подталкивание центробежных тенденций, это подталкивание моральной и материальной деградации внутри России. Плюс, конечно, это еще и подтверждение того, что какие-то лидерские амбиции у США остаются, что все-таки в какой-то степени, естественно, недостаточно, но это лучше, чем ничего, американцы свободу, демократию и право человека защищать способны. Но, опять-таки, с моей точки зрения, Украина должна получить все, что ей нужно для победы. Не для стабилизации, не для того, чтобы продолжать стирать российскую армию, а для того, чтобы ее победить. Потому что без победы, причем победы на украинских условиях, как Украина, так и вся Центральная и Восточная Европа будут оставаться под риском, потому что для России любое перемирие, любая приостановка войны – это начало подготовки к следующей войне. Пока Россия не будет отброшена на свои границы и полностью изолирована от Европы, пока она не потеряет окончательно потенциал влиять на что-либо в какой-либо из стран Европы, все мы будем жить в ожидании следующей войны. Так что, да, это лучше, чем ничего, но это точно совершенно недостаточно для того, чтобы достичь той цели, за которую идет эта война. Ведь эта война не за ту или иную территорию, не за тот или иной город, а за то, чтобы мы могли до конца жизни и следующее поколение жить так, как мы хотим, а не каждый день думать на том, когда Россия на нас нападет. Я хочу, когда буду умирать, умирать с полным пониманием того, что русские в моей стране, в вашей стране, в других странах Европы ни на что не влияют. С моей точки зрения, это цель этой войны. К сожалению, у США цели другие, и поэтому поставки – это для них такой инструмент манипулирования ситуации. И когда у украинцев слишком хорошо, как, например, осенью 2022 года, они приостанавливают. Когда у русских продвижение, они Украине что-то дают. Это тактика, а не стратегия. Потому что, к сожалению, стратегическая цель США – это не поражение России, несмотря на все преступления и зверства, которые Россия совершала, и которые, в общем, она декларирует, что будет совершать и дальше, и в отношении других стран. Тоже, ну, тут наши интересы расходятся с интересами великих держав. Но хорошо, что хотя бы так помогают. Потому что, в принципе, могли бы не помогать и вообще. Вы говорите о том, что цель Соединенных Штатов Америки – не поражение Российской Федерации. Как вы думаете тогда, а как тогда видят в Соединенных Штатах Америки окончание этой войны? Ну, цель США – это принудить Россию к союзу или, как минимум, к нейтралитету. США хотят совершить маневры обратного Киссингера. Как в 70-е годы Киссингер своими поездками в Китай уговорил китайских товарищей отказаться от Союза с Советским Союзом и присоединиться к Америке. И это привело. Это один из главных факторов поражения Советского Союза в холодной войне и его последующего распада. Так сегодня они хотят получить Россию как союзника против Китая. Вот я много общался с американскими коллегами. Вот сегодня у меня лицо и речь не очень не потому, что вы подумали, а потому, что я ночью возвращался из Баку, из конференции. Там очень много разных разговоров, в том числе и с американскими коллегами. Они понимают, что столкновение с Китаем неизбежно. К этому столкновению надо приготовиться. И они смотрят на российские ресурсы, в том числе и стратегические, как на фактор этого своего противостояния с Китаем. А война в Украине для них это инструмент подталкивания России к этому союзу. Подталкивание России к тому, чтобы она отказалась от своего союза с Китаем, который увеличивает потенциал Китая, защищает его тыл в грядущей конфронтации с США. Поэтому, да, они будут создавать России проблемы для того, чтобы ее уговорить вступить с США в союз. Но как только Россия на это согласится, они будут готовы отдать ей все, что угодно, включая Украину, Польшу и вообще половину Европы, потому что вопрос Китая для них самый главный, самый первый. К счастью, к счастью, у России, у власти очень невоспитанные, необразованные, немыслящие, в общем, глупые, примитивные люди, они считают, что они могут взять все. И к этому еще и жадные. Они не очень реалисты, они стратегически не думают. И только благодаря их ошибкам, на мой взгляд, союз России и США невозможен. Что при этом, что при следующем руководстве. Поэтому тут наши американские партнеры глубоко заблуждаются, потому что вот такой маневр, который они хотят совершить, невозможен по внутрироссийским причинам, в том числе ментальным. Но пока они, пока это у них цель номер один. Этой цели подчинены их отношения с Украиной, с Польшей, со всеми другими странами, территорией и суверенитетом которых можно России заплатить за союз против Китая. Американская помощь, о которой мы с вами выше вот немного говорили, также включает ракеты «Атамс». И издание «Нью-Йорк Таймс» сообщает о том, что Соединенные Штаты Америки надеются, что это решение подтолкнет и, в частности, Германию, канцлера Шульца также решиться, собственно, на то, чтобы отправить в Украину Таурус. Как ранее Шульц говорил про Соферсона противоположное мнение и говорил о том, что не пойдет на этот шаг. Так, как вы считаете, все-таки найдутся ли какие-то рычаги и решится на это канцлер Шульца? Знаете, когда сгорит Москва внутри Садового кольца и другие места такого рода, когда сгорит Кремль, Останкино, Минобороны на Фрунзенской набережной, МИД на Смоленской площади, когда все это сгорит под ударами атакамцев, я буду склонен признать, что эти разговоры имеют какой-то практический смысл. Пока они имеют смысл чисто символический. С одной стороны, они передают атакамцы, а с другой стороны, они говорят, что не-не-не, противника поражать нельзя, это эскалация, это некрасиво. Ну что ж это такое? Они передают оружие и тут же запрещают им пользоваться. Это, вы знаете, я не хочу выглядеть как человек, который слишком критикует американцев. Все-таки американцы и европейцы это лучше, чем русские. Это лучше. У них много минусов, много чего неправильно, с моей точки зрения. Но это лучше, чем русская оккупация. И это лучше, чем Россия в целом. Поэтому не хочу, чтобы тут все, что я говорю, выглядело как одна сплошная критика США. Но давайте признавать реальность. Они пока совершают некие символические, пропагандистские, медийные шаги, у которых нет цели выиграть войну. Потому что если бы такая цель была, Украина бы эту войну давно выиграла. Потому что все, все цели в России легитимные. В России, которая ведет зверскую, преступную, геноцидную войну, нет нелегитимных целей. Нет. Я бы сказал даже больше, но не уверен, что это соответствует в том числе украинским законам. Все и всех в России можно поражать, пока они не уйдут за пределы, обратно к себе домой за пределы своих границ. Поэтому вот такие разговоры, кто кому что передал, пока не изменится общий подход и общая стратегия, они такие академические, теоретические. Но могу сказать, что такие вопросы, что справедливость и правда торжествуют независимо от того, чего хотят Германия, США или другие наши западные партнеры. Вот я как раз был в Азербайджане, ездили в том числе в Карабах, в Лачинь, на освобожденные территории. Вы знаете, я видел невероятное. Вот 30 лет все говорили, что вот этот конфликт не имеет решения, что так будет всегда, смиритесь, не думайте про свою территорию, не думайте про то, что у вас 20% страны оккупируют, что Россия управляет всем Южным Кавказом, так это ее зона влияния, ну что делать, так служилось и так далее. Я вот позавчера ехал из аэропорта в Зангилане, в Лачинь освобожденный. Эта дорога идет по границе Азербайджана с Арменией. И там стоят русские войска. Вы знаете, я видел, как русские собирают чемоданы. Они собирают чемоданы, грузят их на Камазы и уезжают домой. Понимаете? чемодан, вокзал, Россия. Это возможно. Азербайджанцы этого ждали 28 лет. Я не знаю, сколько будет ждать Украина, но такие вещи происходят абсолютно независимо от воли великих держав. Ведь азербайджанцам тоже все великие державы говорили, ну давайте об этом не говорить. Ну так сложилось. Вот все резолюции ООН были в пользу того, что оккупация это нелегально и так далее, и так далее. Но никто ничего не делал. А сейчас? Считалось, что Кавказ это просто зона влияния России и так будет всегда. А я позавчера своими глазами видел, как русские оттуда уходят. Они также уйдут из Донецка, из Луганска, из Крыма. Я не знаю, сколько надо будет ждать и какая будет наша с вами эмоциональная и психологическая цена этого ожидания. Но она произойдет, потому что зло оно всегда проигрывает. А Россия сегодня это зло в чистом виде. Это воплощенный сатана. Вот если что-то в этом мире напоминает ад, то это то, что делает Россия. И поэтому она проиграет. Независимо от всех расчетов, раскладов, сделок, которые с ней и друг с другом заключают наши западные партнеры. Если говорить о встрече Энтони Блинкена и Си Цзиньпиня, Блинкен после разговора сказал, пригрозил Китая новыми санкциями за поддержку Российской военной против Украины. И на самой встрече говорил, что стремятся поддерживать и укреплять линии связи. А ранее на встрече с министром иностранных дел Блинкен назвал американам и китайские отношения с самыми важными отношениями. Си Цзиньпинь, в свою очередь, призвал Китая позитивно относиться к развитию Китая. Яков, ну это такие дипломатические заявления, что за ними все-таки, да, вот, как их понимать, что за ними стоит, и все-таки результат этой встречи. Итогу, да, удастся ли Блинк как-то переломить ситуацию, да, и в этом плане может ли это потом в дальнейшем отразиться снова-таки на войне в Украине? Переломить ситуацию удастся только с помощью войны, потому что американско-китайские отношения это обогреватель в холодильнике, это кто кого, это игра с нулевой суммой, то есть любой проигрыш одного, это выигрыш другого и наоборот. Они долго пытались играть в долгую, то есть заключать какие-то компромиссы, но сейчас структура международных отношений сложилась таким образом, что конфликт в ней нарастает, что вот все поля для компромиссов были уже использованы и все движется к конфронтации. И теперь вопрос только в том, кто лучше сможет приготовиться к моменту конфронтации и кто выберет момент эскалации для того, чтобы заставить своего визави, заставить своего партнера принять новые условия уже нового порядка. Естественно и США и Китай конкурируют в областях и в регионах, где компромисс больше невозможен. и тут задача они с этого пути не сойдут. Тут разница в развитии ситуации зависит только от политики их младших партнеров Японии, Тайвана, Кореи, Вьетнама, других, ну, чтобы не стать полем этой конфронтации, чтобы вот эта вся война, которая произойдет, не произошла у них, не разрушила их. Так что в данном контексте можно только посочувствовать всем странам Азии, которые находятся в заложниках этой ситуации. Мы в Восточной Европе с одной стороны от этой, от прямых последствий этой конфронтации защищены, с другой стороны, как вы понимаете, есть попытка инструментализации, что Украины, что вообще всего региона Восточной Европы, для того, чтобы, ну, для того, чтобы, если говорить прямо, мы были с точки зрения американцев больше антикитайскими, а с точки зрения китайцев нейтральными. Поскольку, как мне кажется, по крайней мере, я лично заинтересован в том, чтобы из доступных мне альтернатив жить в чем-то больше похожем на американский мир, а не на китайский, я жду этого, этой развязки, естественно, в пользу США, болею в данном случае за США, не потому, что это какая-то идеальная страна, а потому, что китайский мир, он будет ужасным и отвратительным. к счастью, эта конфронтация произойдет не у нас, с другой стороны, пока она не произойдет, вот это напряжение будет сохраняться, как-то надо привыкать к этому всему, уметь жить в такой ситуации. Также, как неизбежный абсолютно был конфликт России с Украиной, война, причем кровавая война России с Украиной, так и неизбежный кинетический, то есть, когда стрелают друг в друга конфликт Китая с США. Это структура международных отношений, которая, в свою очередь, вытекает из природы человеческой психики. Просто люди таковы, что иногда воевать, к сожалению, более разумно, более рационально, чем уступать. Яков, и в итоге скажите, пожалуйста, как вы думаете, Китай будет принимать участие в мирной конференции в Швейцарии или нет? Ну, пока похоже, что не будет. Пока, похоже, Китаю не предложили ничего такого, в чем он был бы заинтересован в обмен на свое участие. Ну, в общем-то, как и Польша много чего получила от этой войны, так и Китай много чего получил. Пока что Китай самый большой победитель войны России против Украины. Россия же превращается в колонию Китая. Но чем им, почему они должны что-то менять, почему они должны вводить в это уравнение какие-то новые данные? Для Китая все идеально. Они получают от России все, что хотят и конкурентов им там уже нет. Ну, может быть, кроме мусульманского мира, на который я, кстати, с точки зрения развития внутрироссийских дел очень сильно рассчитываю. Турция не заинтересована, Европа не заинтересована, США не заинтересованы. Зачем Китай должен что-то менять, если он получает в пользование всю Российскую Федерацию, а еще и московские политики к ним ездят, уговаривают их еще больше Россию колонизировать. С этой точки зрения не вижу никакого смысла. А предложение, ради которого Китай мог бы поддержать Украину, отказаться от своих нынешних отношений с Россией, тоже пока что не существует. Мы же не готовы делать Китаю такое предложение. Мы не для этого воюетесь с Россией, а мы не для этого вам помогаем, чтобы здесь был китайский порядок. Потому что китайский порядок не намного лучше русского. Ассоциальное давление со стороны Соединенных Штатов в этом не является? Ну, как вы видите, сейчас все это удается миновать. Смотрите, китайско-российские отношения, они имеют колониальный характер. Там, где Китаю выгодно, они же соблюдают санкции. Они же соблюдают санкции. И Россия на это все соглашается, потакивает, руки по швам и в общем ничего не комментируют. Потому что не могут. Китайцы об этом знают. Хорошо, Якуб, будем следить за тем, как будут развиваться события. Конечно же, будем анализировать. Все будет хорошо. Я не знаю, когда, я не знаю, когда, но все будет хорошо. Конечно, все будет хорошо. Спасибо, Якуб, за поддержку. Спасибо за все ваши ответы и за то, что вы дошли и уделили внимание нашим зрителям. Всегда рад. Друзья, это наш извините, что я немного хаотичен, но не стал сегодня вообще. Все хорошо, Якуб, спасибо большое. Друзья, я также хочу поддякувать за увагу и вам. Я нагадую, подписывайтесь, пожалуйста, на нашу платформу, залишайте свои комментарии и запитания, и мы обязательно будем оставить их нашим шановым спикером. Еще раз всем дякую за увагу и увидимся в следующих эфирах. Субтитры